Не только не оказываю должного влияния на Баку, но и даже, я как-то подниму вопрос одной встречи с Лавровым и с другими, почему вообще нет попытки договориться о том, чтобы в регион не поставлялось оружие, ну, по крайней мере, наступать на оружие. Но мне кажется, что есть очень серьезные конфликтные интересы в регионе, и поэтому, при том, что сопредседатели в основном согласны друг с другом, а вот привыкнуть к каким-то политическим шагам для того, чтобы, как бы, оказать нажим, вот на это не пытают, видимо, политической решимости, опять же, потому что, видимо, у сопредседателей нет такой, то ли иных ресурсов не хватает, что вполне возможно, то ли они не имеют должного влияния на эту страну, потому что, в принципе, Азербайджан находится уже в достаточно серьезной изоляции, и, конечно, на публикации в американской прессе и в европейской, и они изображают эту страну как диктаторский режим, отсутствие элементарных форм, свободы с очень многими негативными элементами, и поэтому, как бы, такие страны имеют зато в регионе серьезную поддержку Турции, Пакистана, целого ряда, Исландии, и туда, они в состоянии, конечно, в значительной степени диктного изменения так называемого цивилизованного международного сообщества. Плюс, конечно, не могу не сказать, что, в этом плане, может быть, и некая двойственная позиция России играет, в общем-то, довольно существенную роль, потому что все-таки руководство с то ли историческими воспоминаниями, то ли в нынешней ситуации желанием все-таки сохранить максимально большое влияние на постсоветское пространство. Российская страна тоже, при том, что Азербайджан не является ни членом ОДКБ, не Евразийского экономического союза, не Евразийского экономического союза. Все-таки на двусторонней, а теперь уже, мы видим, на трехсторонней основе, что привлекается Иран, может, в атлетуция будет вымечена в какие-то совместные проекты. Россия пытается укрепить свои позиции на Южном карте Азии. Моё мнение, конечно, экспертное, не только как... Конечно, многие могут подумать, и в других местах, что во мне можно подсказать, и моё этническое начало. Я думаю, что в стратегическом плане, наверное, это не очень надежный путь, что ли, для укрепления российских позиций на Южном Кавказе. Но на данном этапе усиление экономической связи, транспортной связи и прочих с Баку, с Тегерами и с Турцией, они, конечно, после российских, ну, по крайней мере, среднесрочных интересов. Поэтому, может быть, и нет единственного сопредседателя по мере, а по поводу, скажем, степени давления, которое можно было бы осуществить. Как я бы сказал. А насчёт развития событий в зоне конфликтов, почему это может привести? Может привести к новому столкновению? Вы знаете, я много говорил по этому поводу. Я думаю, что, в принципе, азербайджанская сторона, она постоянно провансирует и, в общем-то, создаёт напряжение, и публично, на всех форумах, и в сегаронах, и постоянно говорит о возможных силовых действиях и прочее. Но моё мнение такое, и прошлогодняя война, по-моему, это подтвердила. Великие державы, в том числе и сопредседатели, может быть, готовы были бы проглотить или посмотреть сквозь пальцы какой-нибудь политкрик, если бы такой политкрик удался бы Азербайджану. Кстати, в прошлом году, ну, я не могу утверждать это со стопроцентной уверенностью, но были материалы аналитические, и я разговаривал с людьми, которые, ну, были очень заинтересованы в понимании того, что происходило, высказывали суждение, что не исключено, что ряд стран просто вначале проявили сдержанность в том, чтобы непосредственно вовлечься и приостановить то, что происходило. Но когда действительно азербайджанская атака закликнулась, и дело пахло началом широкомасштабной и большой войны, то сразу же все-таки заинтересованные страны, в первую очередь Россия, Виталиев позвонил Путину, Путин позвонил сержу Саркисяну, но, естественно, были сделаны заявления в Вашингтоне, в Париже. Но, по крайней мере, я так думаю, если Азербайджан подумает, что удастся ей осуществить какой-то крик и добиться какого-то прорыва и серьезных успехов, то такое возможно, если им удастся потом загребиться. Но чтобы позиционная и, в общем-то, продолжительная война масштабная была бы в регионе, я думаю, что в этом никто не заинтересован. Мы же видим, что по соседству, в общем-то, полыхают войны, столкновения, конфликты и увеличить ареал нестабильности ни в интересах, ни в чьих интересах в этом регионе. Им бы решить проблему Сирии, как там, исламского государства, курдов, там, ну, то есть огромное количество в регионе проблем, вот никому бы не хотелось. Насколько я вот знаю по позициям ведущих детслят, в том числе и сопредседателей, но я не исключаю, конечно, такие авантюристические попытки из разных исходят соображения, потому что насыплатянское руководство может привыкнуть к такими вещами, исходя из своих внутренних каких-то политических проблем. В общем-то, диктаторские режимы, которые опираются на ослепрук собственной клиентелы, они могут действовать по-разному, поэтому это все не исключено. Но я еще раз говорю, что, скорее всего, я исключаю возможность масштабной войны.